Проблемы детей и инвалидов были сегодня в центре внимания совместного приема граждан уполномоченного по правам ребенка в Татарстане и руководство Главного бюро медико-социальной экспертизы Республики. Льготы, лекарства, возможность получения жилья для этой категории граждан. Вопросов было много и каждого ждал обстоятельный разговор. Ну там буквально с самого рождения. Вся жизнь как история болезни. Дочери Марата Заляева, Азалии, 13. И все эти годы она страдает от нестерпимых болей в ноге. Нага настолько дубеет, настолько она, как говорится, начинает гореть в ней, как говорится, непроизвольно. Это все, ну то есть только человек, как говорится, переживший все это, может понять. Проходить медико-социальную экспертизу приходится каждый год. И это при том, что состояние здоровья не меняется. Почему нельзя сразу до 18 продлить инвалидность, спрашивает отец Азалии. С этим и пришел на прием. Если вы проводите репетиционные мероприятия и проходите какие-то изменения в состоянии здоровья ребенка, изменения какие-то, ограничения функций, то мы можем дать еще на один год, чтобы посмотреть. А если при результате проведенных мероприятий нет никаких изменений, то мы же определим, в данном случае, детям до 18 лет. Сегодня на прием к полномоченному по правам ребенка записались шесть человек, в семьях которых воспитываются дети-инвалиды. И каждого из них ждал полчасовой подробный и обстоятельный разговор и конкретный совет в решении той или иной проблемы. Внучка Ларисы Гальпериной инвалид с рождения. Женщина пришла узнать, какие льготы полагаются ребенку. На реабилитацию нужны немалые средства. Таких детей, если не лечить, это будет действительно комнатное растение. А чтобы ребенок пошел и хоть заговорил, вот нам пять лет будет, мы еще не говорим. На все это нужны деньги. Проезд на поездах, самолетах, например, уже на ребенка полная стоимость. Мы не в состоянии это платить. Квоты на лечение – еще одна больная проблема. Родственники детей-инвалидов убеждены, что их должно быть больше. Еще одна проблема, с которой часто обращаются родители инвалидов – жилье. Уровень дохода у этих семей крайне невелик. И, безусловно, что самостоятельно решить свой жилищный вопрос один из наиболее сложных, финансово затратных. Такие семьи многие просто не в состоянии. И на сегодняшний день какой-то реальной гарантии, льготных очередей для улучшения жилищных условий для этой категории граждан не существует. Следующий прием в феврале детский омбудсмен будет вести вместе с руководством Министерства труда, а в марте – Министерство образования. Инна Данилова, Айдар Кунафин и Марсель Кадыров. Вести. Татарстан. Субтитры создавал DimaTorzok